добрый день мастер такой вопрос я себя ловлю на том что мне хочется пойти на курс который я прошла еще раз иногда это бывает а иногда мне хочется двигаться вперед идти на более сложный продвинутый я уже срубаюсь из обучения там на более сложных моментах если смысл повторять одно и то же ну когда я читаю книгу второй раз я понимаю что я там понимаю беру из нее 2 2 1 а вот когда я иду второй раз на курс если смысл его повторять или лучше взять более сложные занятия более продвинутый идти как бы более глубоко здесь зависит не не только скажем так от того что будет правильнее да идти на новый курс или повторить это зависит и от человека какому находится сейчас состояние и зависит от содержания того курса который человек собственно говоря проходит потому что бывает как и люди поверхностные такие курсы поверхностные например учение будды скажем так или христа она актуальна несмотря на то что прошло несколько тысяч лет со времени их там допустим оглашение или изложения потому что там очень глубокие вещи заложены которым конечно же и хочется и нужно возвращаться потому что они сдвигают нас глубинной и несут в себе такой заряд энергии которые уже на сдвигая зависимости от нашего собственного состояния и поэтому когда мы возвращаемся к чему-то действительно ценному и глубокому каждый раз когда мы возвращаемся мы возвращаемся в состоянии того сдвига которые получили момент предшествующие встречи с этим и поэтому каждый новый заход будет все равно новым потому что мы уже изменились почему говорится не заходим там невозможно найти в одну реку дважды да потому что и река уже изменилась и человек уже успел измениться и в этом плане например есть люди и курсы на которых я участвовал в которой действительно ходить второй раз смысла совершенно нет почему потому что ну там просто нет того что может далее возникнуть да то есть курс исчерпает себя самого первого раза то есть поверхностные курсы они как раз такие что им скажем так легко учиться и можно в принципе не повторять потому что ничего дальше не произойдет но например если говорить о более таких серьезных глубоких курсах я к примеру ездил к своему учителю и дальше слушал вот онлайн наверное сейчас получается порядка 30 лет и в живую я слушал в течение 26 примерно лет из 25 и конечно же если посмотреть со стороны то такое впечатление возникает учитель говорит все время об одном и том же и был какой-то период когда может быть как раз половина этой тарик траектории да то есть 10 я послушал и когда я приезжал там допустим на учение я мог принципе предсказать следующую фразу или даже следующее слово потому что я слышал уже все эти истории я достаточно хорошо заучил интеллектуально эти учения на которые я тоже ездил повторно и у меня было такое впечатление что а что собственно говоря я здесь делаю я все это уже слышал я все это уже знаю и как бы превратился знает говорят замолилась ухо уже да то есть уже нет эффекта вот это моющего очищающего но спустя какое-то время что-то со мной произошло и я увидел что когда например я встречаюсь с учителем и он дает учение то он повторяет учение не исходя из того там говорил об этом или не говорил во первых когда он говорит он говорит и состояние знания в котором есть не только информационная составляющая но еще энергетической составляющей который позволяет мне сдвигаться да то есть если я эту информацию сам прорабатываем для себя и тем более если она повторяется то сдвиг как бы ограничен но когда речь идет об учителе и он говорит какие-то слова но исходя из этого состояния знания то каждый раз он меня сдвигает то есть каждая встреча с учителем она ну десятки тысяч раз эффективнее вот например если я сам себе скажу фразу которую сказал учитель теми же словами у меня хорошая память могу повторить могу даже тон повторить но эффект от этого будет в 10 тысяч раз меньше чем если я услышу от него в живую еще и с открытым сердцем и открытым разумом потому что в этом случае я могу увидеть насколько мое состояние отличается от того как о котором говорит учитель то есть если например он сказал я сразу туда попал я думаю что учитель просто не будет для меня этого повторять потому что он видит что уже дело сделано но если например он говорит а я взвинулся вот на чуть-чуть то есть мне нужно было сдвинуться на сто метров а я сдвинулся на сантиметр и вот благодаря своей мудрости своему состраданию терпение учитель мне повторить ровно столько раз чтобы я дошел до конца этих 100 метров и он будет это без конца повторять не потому что ему больше нечего сказать я действительно был и в неформальных таких каких-то беседах я знаю что там такая такой космос всего и истории и знаний но на общих учениях все время идет повтор то есть каждый раз предоставляется еще раз возможность чтобы это стало живым знанием они просто информация есть разница между знанием и информация это такая же разница как между например хорошо приготовленным блюдом скажем китайской кухни и рецептом сколько вы не читали рецепт вы не насытитесь им ничего не поймете вот этот информационный и тогда да я прочиталась этот рецепт я его там скопировал все дайте мне следующий рецепт но если вы попробуете действительно мастерски приготовленное блюдо на основании этого рецепта то не факт что вы сразу его поймете почему нам хочется еще раз попробовать что-то потому что это что-то сдвигает нас но не на той не до той степени которые она себя исчерпывает да то есть и точно также например есть вещи которые надо повторять например если я изучаю боевые искусства и мне уже досконально объяснили как нужно нанести удар означает ли это что я один раз нанесу удар как я вот теперь понял и оставить это это не означает есть большая разница между постижением из постижение понимаем а означает что я способен интеллектуально это воспринять и пониманием понимание означает что я готов это применять что это стало я стал этим знанием это стало моим внутренним сущностью и конечно же когда мы говорим о настоящих учениях то учитель стремится к этому да то есть чтобы это стало моим реальным пониманием точно также можно сказать например если человек учится искусству там сомелье скажем так дегустации дегустации вин не будем сейчас специфически об этом говорить с терминами вот дегустации вин можно предложить человеку например много разных вин разного уровня и чем больше как бы вроде бы лучше или же мы все-таки предложим ему попробовать действительно хорошее вино человек получит больше пользы попробовав одно и тоже действительно хорошее вино там допустим сто раз чем он попробует сто раз какие-то более посредственные вина его настоящий вино сдвинет гораздо больше потому что она содержит другую энергию другой другое сознание другое вообще все другое я когда путешествовал кстати заметил начале мы как бы путешествуем глазами да то есть хочется все увидеть потом мы начинаем это слышать но в конце концов все сводилось во мне к тому что мне хотелось это теперь попробовать и иногда например когда там насладившись видами италии я попал в какие-то действительно такие горные рестораны довелось мне побывать то эти вкусы изменили меня не меньше чем визуальные образы а может даже и больше они изменили меня просто изнутри но означает ли мне что это что мне один раз достаточно попробовать почему люди вот в этом смысле готовы пробовать без конца одно и тоже до рождаться этим да вот в этом разница например если даже вы элементарно как бы это блюдо действительно хорошо приготовлено съедаете вам хочется это повторить потому что она все время вас и сразу состояние будет и она вас все равно сдвигает куда-то вот она несет какую-то динамику есть я буду без конца читать это в рецепте это мне надоест очень быстро и к сожалению у нас вот много таких курсов которые на уровне рецептов работают где нет реальной энергии да то есть сделал прощел рецепт некоторые вот вот сейчас распространилась это корейская кухня куда не пойдешь везде корейская морковка корейская то корейское все я лично вначале порадовался этому но очень быстро я пришел потому что я никогда это не покупая потому что это не имеет никакого отношения к тому вкусу который я знаю очень хорошо прямо с детства и которые могу сделать и примерно то же самое то есть можно увеличивать это количество и наверно со вкусами точно вот настоящий вкус я готов его пробовать каждый день вот точно нашел себе вариант приготовления настоящего кофе я готовлю и каждое утро его пью и он мне не надоедать и к и каждое утро кстати у меня продолжает сдвигать каждое утро я что-то открываем новые и вот учения как такие которые дает давал мой учитель а именно такого рода то есть неважно что эти одни и те же слова они продолжают меня сдвигать почему потому что эти слова идут из совершенного состояния человека а я пока там не нахожусь и пока этом не нахожусь они меня туда ведут они меня туда подталкивает они меня меняет изнутри и поэтому я в течение многих лет вот я говорил физически уже там лет 25 я просто ездил на на ретриты там на учения а потом слушал в записях онлайн сейчас проводились учения и так далее потому что и даже сейчас повторяя слушать его в записи я по-прежнему сдвигаюсь потому что ну действительно если это идет такая вот совершенная истинная энергия состояния знания она имеет вот такую силу и когда например человек вот сейчас заходит на какой-то курс который действительно является сдвигающим ценным реальным то когда он заходит в него второй раз он его услышит совершенно по-другому почему потому что во первых этот курс сдвинул его он теперь с другим сознанием другим пониманием будет это все слушать делать а во вторых если сопоставить даже вот ну например сейчас вот я провожу какие-то курсы но для того чтобы эти курсы проводить я занимался допустим этим методом 20 лет 30 лет лично сам для того чтобы изучать это я соприкоснулся с традициями которым сотни лет тысячи лет и и конечно же если человек дошел туда на несколько часов или даже на несколько дней он не получит того объема эффекта которые могут получить если прошел точно такой же путь ну конечно надо быть разборчивым предложений сейчас очень много а действительно ценности ценностного ну не очень много это вот зайдите винный магазин полки стоят ломятся и даже дело не в цене или в этикетке а что-то действительно там подобрать очень сложно например и к сожалению примерно такая же ситуация у нас получается с разными вот курсами которые вроде бы должны помогать развивать человеку есть такое понятие в учениях когда говорится что сначала человек ведет себе как пчела то есть пчела летит ко всем цветкам пробует на вкус но потом нужно определиться потому что если вы так и будете летать по всем цветкам это будет поверхностное какое-то знание или какое-то даже не знание скорее всего впечатление которое конечно можно разнообразить точно так же как можно вступать там разнообразные отношения да там там мужчины там меняют женщин как не то что перчатки я не знаю как что уже ну и так легче получить какое-то новое может быть впечатление но оно никогда не будет глубоким оно никогда не до не доведет человека до чего-то очень ценного через которого он будет понимать все это всегда будет как бы его размазывать расплескивать то же самое касается учений поэтому когда человек уже выбрал тот цветок который ему скажем необходим в этой жизни то дальше нужно уже довести его до какого-то плода на какого-то созревания и это невозможно сделать если человек так и будет по цветочкам как говорится перепрыгивать поэтому когда уже метод срезонировал человек почувствовал результат и там есть действительно куда двигаться дальше то пока человек не освоит этот метод конечно же ему просто будет проще в этой среде находиться в контакте допустим с мастером который несет основную энергию этого метода то есть это просто происходит быстрее каждый раз когда я встречался со своим учителем я просто ну скажем так как говорят у нас волшебный пендаль я прям чувствовал не чувствовал даже ощущал что можно было прожить десять тысяч еще воплощений а можно побыть рядом с мастером и попробовать ощутить его состояние и прям настолько все ускоряется внутри что действительно понимаешь вот это я бы проживал очень много и долго а тут это произошло да еще и в такой вот очень классной энергии да то есть когда ты вдохновлен и ты воодушевлен и ты чувствуешь как это все происходит и поэтому конечно же вот эта живая энергия которая если она еще и есть она еще больше усиливает этот эффект скорее всего если человек просто попробует это сделать он поймет о чем я говорю сейчас а если кто-то еще не готов ну рано или поздно будет готов спасибо огромное насколько там он получился он отличный получился он увязывает в одну то есть во-первых мечтаешь понимать почему почему все одно и то же что жизнь как фрактал что отношения между мужчиной и женщиной что занятие спортом что зарядкой что постижение какого-то профессионального мастерства что принципы вообще по которым устроен этот мир они вообще универсальны и если да отношения с одним вот мужчиной или с одной женщиной идут в глубину это все равно что как на эти менять обложку открывать прочитывать название книги закрывать следующую книгу но ты ее не прочитываешь а то же самое здесь потому что я то честно говоря у меня была такая теория что я немножко глуповато немножко не дожала немножко не поняла что то и поэтому вот все идут дальше а я как дура и до на повтор и и вот сейчас я понимаю для меня это очень важный был момент спасибо большое спасибо я повторяю многие свои практики в течение какого-то количества времени это преимущество опыта и возраста наверное или недостаток то есть 30 лет спустя делая одно и то же движение по-прежнему открываю если это действительно движение которое связано с реальным знанием оно будет двигать нас бесконечно пока мы его не реализуем если нет это другое дело и я кстати сейчас вот поняла почему вот эта вот теория о том что китайцы берут ведь существует огромное количество комплексов цигун самых разных почему они берут один как как это можно я все время думала совершенствовать 20 лет один и тот же комплекс и похоже это вот как раз из этой серии спасибо огромное спасибо хорошо